Пока у меня там варится рыба, я пожалуй все о своем. Сейчас только расчесался, вот в таком виде я отдохну без очков, без резинки, как есть. А так вот о фашистских концлагерях пишут, что те люди, которые узники, занимались там своими делами, как это не удивительно, несмотря ни на что, то есть заводили дружбу, занимались творчеством, чем угодно, своими делами, которые абсолютно не зависели никак от фашистов, от надсмотрщиков. Эти люди и выживали. А те люди, у которых был активизирован весь их менталитет, мыслительный аппарат, мозг, не знаю что именно. Так вот, как могут французские негодяйские, так сказать, вот эти власти, есть может быть хорошие, да, вот мной занимаются те, которые негодяйские, как они могут что-либо со мной сделать, если у меня план один-единственный. Это возобновить мое туристическое оборудование, потому что, ну, моя печка уже там, ее транспортировать даже, наверное, нельзя далеко. И собирать разбирать, она рассыпется просто. Смартфон, чтобы я мог по карте, ну, это тоже необязательно. Ну, в общем, то, чтобы я мог передвигаться, уйти в лес и там остаться, так сказать, навеки. Что они могут в моем этом плане поменять? Ничего. Вот если я настраиваюсь на это, я давно уже, я переименовал свой сайт, вот свой, ну, не сайт, а свой, да, место, где я про Францию пишу, что моя смерть во Франции. Я переименовал тогда, когда я понял, что мне хана, что я затронул их работников, которые занимаются беженцами, что этот снежный ком начал увеличиваться и его не остановить. Смерть во Франции. Почему смерть не в России? Потому что смерть в России гораздо холоднее, гораздо... Я хочу умереть в сознании, я хочу... Это даже не смерть, это даже не смерть. Вот не готов, не готов аппарат, как бы, понятийный, чтобы передать то, что я хочу. Я хочу уйти от зла просто, хотя бы на какое-то время, потому что за последний год, полтора-два, в Евросоюзе я заболел чем-то предшествующим, наверное, диабету. Хотя до этого, вот, я, наоборот, только оздоравливался. И в Крыму оздоравливался, и в Карпатах оздоравливался. Я боролся за жизнью. А здесь они меня додолбили. Ну, они, конечно, сначала совсем менее пособия лишили на 8 месяцев, потом все-таки дали пособия. И сначала продуктов давали очень мало, там, на один день, как они говорили, в Лискале. Там некоторые, вообще, среди них очень много работников-садистов. Не то, чтобы они родились садистами. Нет, просто, когда много ничейных людей, за которых никто не накажет, и много беззащитных людей, как-то многие просто на это съезжают. Съезжают на безразличие, съезжают на такой легенький садизм, который сладенький на самом деле. Для каждого, наверное, человека, кого-нибудь там подтыркать безнаказанно, чисто так вот, по настроению. Многие-многие очень, большинство, наверное. Так вот, она мне говорила, что тебе на один день даем. Я говорю, я в лесу живу, у меня там калории, мне надо... Нет, ну, один день, как и всем. Я говорю, ну, пособие получает 440 евро. Ну, ему тоже на один день такие правила. Ну, и так далее. Вот они хотят по своим правилам, так сказать, сделать большое беззаконие. Чтобы было бы все по ихним правилам, чтобы они друг друга не могли ни в чем упрекнуть. Вот только это у них главное условие. Ну, и, конечно же, что еще лучше, что еще круче, это вообще высшего уровня, это как выглядеть хорошими, делая беззаконие. Вот. И те, которые могут это делать с особенным успехом, они становятся президентами, там, патриархами. Ну, вот. Так что сегодня тяжелый день. Сегодня-завтра мне надо отправить письмо в ЦНД, это в суд по беженцам. То есть это первая инстанция, это было без суда, просто они как рассматривали административно как бы. Они отказали, потому что я приехал туда, я им сказал, что я не верю, что вы мне положительно дадите. Это, скорее всего, будет 100% отрицательно, поэтому. Они мне и дали отрицательно, поэтому. Они все не выдерживают, когда ты человеческое достоинство проявляешь. Они все просто в бешенство впадают. Они считают, что раз ты ничейный, раз ты в полной их зависимости, раз ты полностью беззащитен, ты должен лечь на спинку и лапками только вот так тормошить перед ними, пузиком, а ты не должен стоять вообще на своих ногах прямых и прямо. Ты должен на полусогнутых только перед ними прыгать. Вот это они нормально, благосклонно воспринимают. Если же ты только ведешь себя естественно, они это ненавидят. Так что, господа французы, не вы мне что-то можете дать, и я вам что-то мог дать. Но, к сожалению, те негодяи, которые занимаются беженцами, против которых я подал голос, и не только они, в Жеснежный ком туда подключились адвокаты, которые подделали договор со мной и против меня в суде выступили. Что, мол, мне нравится вот тут полтора года жить в лесу, вторую зиму, мне нравится, они написали. Только это мне и нужно. Прокуратура, которая мне не отвечает на уже третье письмо. Полиция, которая мне не ответила. Врачи, которые делают свою карательную психиатрию, фальшивые диагнозы. Я на них смотрю, они, правда, у меня в глаза уже не смотрят, уже не выдерживают. Все-таки люди живые же. Но делают, потому что надо, потому что атмосфера такая тут. Не то, чтобы кто-то кому-то приказал. Нет, атмосфера такая. Вот ненависть. Мне даже вот на Лебокуан, типа avito.ru или olx.ua, Мне не продал же мужик сотовый, когда я ему кинул ссылку, вот как я турист, и он там увидал, что я беженец. Там же везде ссылки идут все равно на это дело. Моя смерть во Франции. Не продал. Нет, тебе не продам. Вот именно тебе не продам. И так и не один уже. Ладно. Ладно. Будьте вы прокляты за свою смерть к людям и за свое издевательство над людьми. Спасибо.